12 февраля в администрации Калининского района Санкт-Петербурга состоялось собрание общественности. На нем был озвучен отчет главы администрации района Евгения Маторина об итогах социально-экономического развития Калининского района в 2014 году и задачах на 2015 год. В собрании также участвовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов. К слову, прямую трансляцию вел наш канал. Началось собрание с доклада главы района. Особо хочется отметить события, связанные с Ленинградской победой. Это первый в истории Ленинграда и Санкт-Петербурга военный парад на проспекте Непокоренных у Пискаревского мемориального кладбища. С участием президента Российской Федерации. В подготовке этого мероприятия район принимал самые действенные участия. Глава Калининского района рассказал людям о проделанной работе, о тех вопросах, которые еще нужно решить, и попросил уполномоченные лица устранить недостатки. Например, Маторин отметил, что ситуация с преступностью хоть улучшилась в 2014 году, но все же требует внимания. Та же ситуация и со статистикой смертности на дорогах. В положительном ключе была отмечена работа общественного совета, отметив активную позицию жителей в решении проблемных вопросов. Также глава района отметил, что несмотря на снижение темпов экономического роста в России, в Калининском районе в 2014 году отметилась положительная динамика ряда экономических показателей. После доклада Маторина в обсуждениях выступили Светлана Крылова, Александр Косенко, Сергей Кострев и Всеволод Беляков. Сами жители задавали свои вопросы в видеороликах, а также могли передать их в письменном виде. Как оказалось, больше всего населения волнуют вопросы, связанные с детскими садами и школами, а также перспективы развития Моринского парка. Однако большинство пришедших, как Нина Николаевна, просто хотели послушать доклад главы и узнать о перспективах на этот год. Вопросов у нас, конечно, не так много, но они решаются все на месте. Основные усилия администрации в 2015 году будут направлены на развитие социальной инфраструктуры района. Нельзя не отметить, что Евгений Александрович внимательно выслушал все вопросы, которые возникли у общественности. На какие-то из них глава ответил сразу, на другие пообещал прислать ответы в письменном виде, так как проблема нуждается в более детальном рассмотрении. В конце собрания 12 человек, которые внесли свой вклад в развитие района, были отмечены знаком за заслуги перед Калининским районом Санкт-Петербурга.